Часто спрашивают о том, как разговаривать с мужчиной, о чем разговаривать с мужчиной. И здесь нужно учитывать, с каким конкретно мужчиной ты разговариваешь. То есть кто он, чем он занимается, какие его интересы, какие его увлечения, какие он проекты делает. Когда ты знаешь всю эту информацию или хотя бы предполагаешь, то ты можешь очень быстро стать для него интересным. То есть общая рекомендация – это разговаривать с человеком на языке его ценностей. Допустим, для мужчин деловых – это разговаривать о его делах, о его проектах. О его целях, о его амбициях и так далее. Если он спортсмен, например, то ты говоришь о спорте, о тренажерах, об упражнениях, о том, к чему он идет, о чем он хочет добиться, о чем он хочет достичь, как он это сделает. Если он бизнесмен, то то же самое – о его проектах, о его намеченных целях, про его бизнесы. Вот об этом говорить. То есть о его целях, о его любимом деле. То есть у каждого нормального мужчины, состоявшегося, есть любимое дело или же любимая карьера. И разговаривая об этом, ты не только повышаешь его самооценку, и он с тобой чувствует себя лучше. Ты удивляешься его целям, удивляешься тому, что ух ты, как ты вот это задумал, как ты это сделаешь. Это же ведь нереальная цель, это вот такая сложная задача, как ты это сделаешь. Ты, наверное, такое уже делал, расскажи, пожалуйста. И он начинает с тобой являться, может немножко похвастаться, да, ты сделаешь комплименты. И уже за 5-7 минут он весь увлечен разговором с тобой, у него позитив на то, что вы о нем говорите, о его делах. Этот позитив на тебя переносится, и ты уже у него сцелуешься вот с его достижениями, с его целями, с его идеями. И это только на руку тебе. Очень часто люди разговаривают ни о чем, и просто убивают время. Но за это же самое время можно не только ближе человека узнать, а войти к нему в доверии, в расположении, ну еще и вот так вот, можно сказать, влюбить его в себя. Потому что для мужчины, как я уже говорил, самое главное это его дело, его бизнес, его проект, его карьера, его творчество и так далее. Для женщины самое важное это чувство, любовь. Поэтому если мы хотим влиять на мужчину, то мы говорим о делах его. Если мы хотим влиять на женщину, то мы говорим о ее чувствах. Если же у мужчины нет любимого дела, нет того, что его возбуждает, то, что он хочет делать, нет каких-то больших проектов, пусть даже небольших, но проектов, те, которые он хочет делать, то это уже такой первый сигнал, что не нужно с таким мужчиной общаться. Или же, например, если у мужчины единственным делом являются компьютерные игры, то тоже ты, конечно, можешь с ним пообщаться по компьютерной игре и стать ему интересным. Но зачем тебе такой мужчина, у которого все цели и амбиции в компьютерных играх? Чего ты с ним достигнешь? Поэтому с такими мужчинами, у которых нет любимого дела, или же дело, которое у них есть, тебя не привлекает, или же ты не считаешь его интересным, полезным, ценным, конечно же, не нужно с такими мужчинами общаться. Ты просто тратишь свое время. Часто спрашивают, как общаться и заинтересовывать вип-персон супер-успешных мужчин. И здесь тоже есть много разных фишек, но одна из тоже таких уже проверенных работающих, это ты можешь в разговоре выяснить, чем он интересуется, какие проекты он делает. И если ты можешь в чем-то быть полезной в этом, в его проекте, то бесплатно, безвозмездно предложить свою помощь. Общий месседж, твое позиционирование должно быть таким, что ты это любишь делать, ты это умеешь делать, да, у тебя не так много свободного времени, но он тебе так интересен, его проекты тебя так возбуждают, ты в них так и веришь, что ты с удовольствием найдешь какое-то время и поучаствуешь в этих его делах, в этих его проектах, поможешь ему достигать его цели. Тебе будет очень интересно и хочется вот с ним вместе достигать его цели. И скорее всего такой мужчина выделит тебя из всех остальных, кто будет на него там просто влиять внешностью, там просто комплиментами, стрелять глазами и так далее. Если ты так же, как и другие, будешь нормально одеты, нормально разговаривать и так далее, то есть при прочих равных он выберет тебя почему-то, и любит все в тебя, потому что ты хочешь быть полезным и хочешь послужить ему в достижении его целей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!